На неделе стало известно о досрочных планах открытия первого тюменского крематория. Изначально срок был декабрь, но новый срок на месяц раньше. Крематория откроется уже в ноябре. Работы на объекте практически завершены. Застройщику выдано заключение о соответствии проектной документации. Но мы напомним, что крематорий расположен на участке рядом с Червишевским кладбищем. Площадь здания – полторы тысячи квадратных метров. Оборудование экологичное, позволяющее избежать вредных выбросов в атмосферу. Внутри комплекса пять прощальных залов разной площади. Рядом автомобильная парковка и удобные заезды на территорию. Зеленые насаждения при строительстве максимально сохранили. Проведена очень большая работа по эргономике. Везде срезаны углы для удобства, нанесена разметка. Это все сделано для наибольшей функциональности. Чтобы можно было принимать как и легковые автомобили, так и большегрузные. В планах у нас продолжение благоустройства. Но это на следующий год так называемый парк памяти, в котором будет сформирована аллея и ячейки для хранения урн. Сегодня на всю страну в России построено около трех десятков крематориев. По сравнению с общемировыми показателями, обеспеченность у нас очень и очень низкая. Это один на пять миллионов человек, а для сравнения в Европе один на четыреста тысяч населения. Может быть, потому что традиции у нас еще сильны. Основные религии России кремацию не поощряют или прямо запрещают. Так РПЦ считает кремацию нежелательной. В православии важно сохранить должным образом тело до сорокового дня, когда душа усопшего переносится на небеса. А сознательное разрушение тела усопшего выглядит как отказ от веры во всеобщее воскресенье. В исламе кремация запрещена категорически. По мнению правоведов, тело мусульманина должно одинаково оберегаться как при жизни, так и после смерти. Еврейские традиции также категорически запрещают кремацию, так как еврейская вера гласит, что душа и тело воссоединяются после смерти. И вот погребение – это тот самый вопрос, вокруг которого традиции спорят с экономической целесообразностью, когда реалии современного мира диктуют свои условия. Кремация дешевле традиционного обряда, кремация решает всеобщую проблему нехватки мест на кладбищах, плюс развитие бизнеса, потому что крематория – это все-таки инвестиционный проект. И вот что победит? Скоро увидим или не скоро? Жизнь покажет.